В системе PercoWeb можно построить различные отчеты по контролю доступа, учету рабочего времени и дисциплине труда. Просмотреть события, регистрируемые устройствами системы, и действия, совершаемые операторами системы, а также события, регистрируемые в режиме реального времени, можно в отчете «События системы». Отчет доступен в бесплатном модуле программного обеспечения PercoWeb «Базовый пакет». Для контроля доступа предусмотрены следующие отчеты. Отчет о проходах позволяет просмотреть информацию о проходах сотрудников и посетителей. Для обзора прав и параметров доступа в помещение доступен отчет по доступу в помещение. Отчет о выданных идентификаторах дает возможность просмотреть выданные идентификаторы, в том числе штрих-коды и биометрические данные. При необходимости можно отследить и удалить неиспользуемые идентификаторы. Информация о посетителях доступна в разделе «Отчет о посетителях». Для построения отчетов по контролю доступа требуется наличие модуля «Стандартный пакет программного обеспечения PercoWeb». В данной видеоинструкции также будут рассмотрены отчеты, связанные с дисциплиной труда и учетом рабочего времени. Отчет УРВ предназначен для составления отчета о рабочем времени сотрудников в соответствии с установленными для них графиками работы. В отчете «Время присутствия» доступна информация о времени присутствия сотрудников на рабочем месте. Составить отчет по всем выданным сотрудникам, оправдательным документам и документам на сверхурочную работу можно в разделе «Выданные документы». Для работы с данными отчетами требуется наличие модуля программного обеспечения «Учет рабочего времени». Также данный модуль позволит работать с отчетом местонахождения, в котором доступна информация о местонахождении пользователей в выбранный момент времени. Рассмотрим процесс построения каждого из этих отчетов. Для построения отчетов по учету рабочего времени и дисциплине труда перейдите в раздел «Учет рабочего времени». Для отображения информации в отчетах необходимо создать графики работы и назначить графики работы сотрудникам в разделе «Персонал». Также обязательным условием для корректного построения отчетов является последовательное совершение как минимум одного входа и одного выхода из регистрирующего помещения. В данной видеоинструкции будут рассмотрены отчеты. Отчет ОРВ, время присутствия и выданные документы. Ознакомиться с функционалом разделов «Журнал отработанного времени», «Оправдательные документы», «Формирование табеля» и «Отчеты по дисциплине» можно в видеоинструкции «Организация учета рабочего времени в системе ПРК-ВЭП». Откройте раздел «Отчет ОРВН». Он позволяет составить отчет о рабочем времени сотрудников в соответствии с установленными для них графиками работы. В отчете ОРВ есть возможность посмотреть отработанное время на каждый день выбранного интервала, в то время как в журнале отработанного времени информация отобразится суммарно за указанный временной интервал. Также одной из особенностей данного раздела является удобное отображение задолженности для сотрудников с гибкими графиками работы. Для построения отчета выберите период, за который будет построен отчет. Есть возможность выбрать конкретный период. Также можно указать один из следующих вариантов. Первая половина месяца, вторая половина месяца, весь месяц. Ниже в рабочей области отобразится то время, которое сотрудник провел на рабочем месте в конкретный день из выбранного интервала. Если сотруднику назначен гибкий график работы, то рядом, в скобках, будет указано нормативное время работы. Также в отчете отображается баланс отработанного времени. Разница между фактически отработанным временем и нормативным временем по назначенному графику работы. Также можно посмотреть отработанное ночное время. Время, которое было закрыто после назначения оправдательных документов, информацию о переработке и работе в выходные и праздничные дни. Для сотрудников с гибкими графиками работы есть возможность просмотреть задолженности, а также назначить в качестве причины отсутствия оправдательный документ. Для просмотра задолженности нажмите на кнопку «Настройка отчета с задолженностями». В открывшейся рабочей области выберите параметр «Показать только сотрудников с задолженностями». При необходимости выберите период в качестве глубины учета задолженностей. При выборе периода будут отображены задолженности не только за текущий период, но и за выбранный в данном окне, например, за предыдущий месяц. Нажмите «Сохранить». В отчете останутся только сотрудники с задолженностями. Чтобы назначить сотруднику оправдательный документ и таким образом погасить задолженность, выберите сотрудника и нажмите на кнопку «Задолженности». В открывшейся рабочей области выберите оправдательный документ. Укажите задолженность, которая будет закрыта данным документом. Можно выбрать как одну, так и несколько образовавшихся задолженностей. Нажмите на кнопку «Погасить задолженность». Если были погашены все задолженности, то после перерасчета сотрудник из данного отчета пропадет. Для удаления всех назначенных оправдательных документов нажмите на кнопку «Настройка отчета задолженностями». И далее выберите пункт «Расчет с удалением составных документов». Нажмите «Сохранить» и произведите перерасчет. Далее рассмотрим раздел «Время присутствия». Раздел предназначен для составления отчета по времени присутствия сотрудников на территории предприятия. Время присутствия – это суммарное время нахождения сотрудника на территории предприятия. Для корректного расчета времени присутствия сотруднику должен быть назначен график работы. Для построения отчета укажите период, за который необходимо построить отчет. В отчёте можно посмотреть информацию о первом входе и последнем выходе в рамках рабочего дня. Также отобразится информация о времени присутствия сотрудника на территории предприятия. При необходимости можно создать задание, которое позволит каждый день отправлять отчёт со временем присутствия сотрудников руководителю подразделения. Далее рассмотрим отчёт «Выданные документы». Для построения отчёта перейдите в раздел «Выданные документы». Отчёт показывает все оправдательные и сверхурочные документы, назначенные сотрудником. Оправдательные и сверхурочные документы указывают причину отсутствия сотрудника на рабочем месте или причину его переработки. Для построения отчёта по оправдательным документам выберите пункт «Оправдательные». Укажите период, за который будет построен отчёт. В отчёте отобразятся все оправдательные документы, которые были назначены в указанный период. В отчёте будет доступна информация о дате ввода документа, продолжительности действия, а также дате начала и окончания действия документа. Для дополнительного контроля есть возможность посмотреть информацию об операторе, назначившем документ. Построение отчёта по выданным сверхурочным документам производится аналогичным образом. При построении любого из рассмотренных выше отчётов можно выбрать конкретное подразделение, и тогда в рабочей области будут отображены сотрудники выбранного подразделения. При необходимости можно включить расширенный поиск и использовать фильтрацию событий по выбранным параметрам. В качестве заданных условий можно добавить как одно конкретное условие, так и несколько параметров. Созданный отчёт можно вывести на печать или экспортировать в файл Excel. В рабочей области есть возможность настроить параметры отображения таблицы, включив или отключив показ некоторых столбцов. В нижней части рабочей области можно настроить количество записей, которое отображается на странице. Также при работе с любым из отчётов можно произвести персональные настройки фильтра. Для этого нажмите на кнопку «Персональные настройки» и далее перейдите в раздел «Фильтры». При необходимости можно настроить работу общего фильтра по таким параметрам как «Подразделение», «Помещение» и «Поиск», а также параметры отображения данных и настройки сортировки. Для полей «Подразделение» и «Помещение» можно указать, как будет применяться фильтр. Доступны три варианта. Не сохранять. В этом случае при переходе на другую страницу фильтр будет сброшен. Применить только на странице. Если выбрать данный параметр, то при переходе в другой раздел фильтр будет сброшен, но если заново открыть текущий раздел, то заданный фильтр применится автоматически. Применить ко всем страницам. Данный параметр позволяет закрепить назначенный фильтр даже при переходе в другие разделы программного обеспечения. Для параметров «Поиск», «Данные на страницу» и «Сортировка» доступны только варианты «Не сохранять» и «Применить только на странице». Эти параметры описаны ранее. Для работы с отчетами по контролю доступа перейдите в раздел «Контроль доступа». На вкладке «Отчеты проходов» можно построить отчет о всех совершенных проходах. Обратите внимание, что в данном разделе отобразятся только проходы, совершенные с использованием идентификатора. Другими словами, если проход будет совершен по команде от пульта дистанционного управления, то данный проход не отобразится в отчете. В качестве идентификатора может быть использована карта доступа формата E-Marine, HIT, Mifer, банковская карта с функцией PayPass, смартфон с функцией NFC, штрих-код, биометрические данные. Также в качестве идентификатора может быть использован номер транспортного средства. Такая возможность появляется при работе с видеоподсистемой Terracir или Axonext. Для построения отчета о совершенных проходах укажите временной интервал. В рабочей области отобразятся все проходы, которые были совершены в указанный период. В отчете доступна информация о помещениях, между которыми был совершен проход. Также отображается номер идентификатора, который был использован для прохода. При необходимости можно создать задание, которое позволит каждый день отправлять отчет с временем присутствия сотрудников руководителю подразделения. Рассмотрим построение отчета по доступу в помещение. Для построения отчета перейдите на вкладку «Отчет по доступу в помещение». В данном разделе можно посмотреть информацию о том, кто из сотрудников и посетителей имеет право доступа в помещение. Для построения отчета в поле «Помещение» выберите необходимое помещение. Ниже отобразится список сотрудников и посетителей, которые смогут пройти по идентификатору «Выбранное помещение». В таблице можно посмотреть номер идентификатора, способ идентификации для прохода в помещение, а также подверженность верификации и контролю зональности. Рассмотрим построение отчета по местонахождению. Для построения отчета перейдите в раздел «Местонахождение». Здесь можно посмотреть информацию о местонахождении сотрудников и посетителей на территории предприятия в указанной дату и время. При входе в раздел отображается местоположение сотрудников и посетителей на текущий момент времени. Для построения отчета выберите дату и время, на которые будет составлен отчет. В отчете отобразится информация о местонахождении сотрудников и посетителей. Есть возможность посмотреть дату и время входа, а также информацию о помещении, из которого был совершен проход. При нажатии кнопки «Обновить данные» будет отображено местоположение сотрудников и посетителей в текущий момент времени. Рассмотрим построение отчета по выданным идентификаторам. Перейдите в раздел «Выданные идентификаторы». В разделе есть возможность составить отчет об идентификаторах, выданных сотрудникам и посетителям. Для построения отчета задайте период. Ниже отобразятся все идентификаторы, которые были выданы в указанный временной интервал. По каждому идентификатору доступна информация о типе идентификатора, карта, отпечаток пальца и т.д. Дате выдачи, сроки действия идентификатора, а также об операторе, который выдал идентификатор и назначил доступ. Это позволяет осуществлять дополнительный контроль операторов, отвечающих за предоставление доступа. Также в данном отчете есть возможность удалять неиспользуемые идентификаторы. Нажмите на кнопку «Удалить неиспользуемые идентификаторы». В поле «Дата последнего события» укажите дату, от которой необходимо вести отчет. Ниже в рабочей области отобразятся все идентификаторы, по которым не поступило событие в промежутке между датой последнего события и текущей датой, в которой происходит работа в разделе. В столбце «Последнее использование» отображается дата и время последнего события по идентификатору, поступившего в систему. Если событий по идентификатору не было, то поле останется пустым. Для удаления выберите необходимые идентификаторы и нажмите на кнопку «Удалить помеченные идентификаторы». Рассмотрим построение отчета по посетителям. Для построения отчета перейдите в раздел «Бюро пропусков» на вкладку «Отчет по посетителям». В разделе можно посмотреть информацию как о посетителях с действующими правами доступа и идентификаторами, так и посетителях из архива. Здесь также отобразится информация о тех посетителях, которые были удалены из архива. Посетители, информация о которых содержится на вкладке «Заказанные» раздела «Посетители», отображаться не будет. Для построения отчета по посетителям укажите период. В отчете отобразятся все посетители, у которых хотя бы один день срока действия доступа попадает в заданный временной интервал. Для каждого посетителя доступна информация о подтверждающем документе, подразделении, в которое направлялся посетитель, а также о сопровождающем сотруднике, если он был назначен. Для посетителей с действующими правами доступа можно просмотреть номер выданного идентификатора. Если посетителю было выдано несколько идентификаторов, то вместо номера отобразится запись «Два» и «Более». В отчете доступна информация о сроке действия доступа. В столбцах «Первое событие» и «Последнее событие» отобразятся даты и время первого и последнего зарегистрированного прохода. События отобразятся только за те дни, которые входят в заданный ранний интервал. Если был совершен только один проход, то он отобразится как «Первое событие». Поле «Последнее событие» останется пустым. При выборе посетителя ниже откроются даты, в которые были совершены проходы. После выбора даты откроется поле «Перемещение посетителя за выбранную дату», в котором отобразится время проходов посетителей, а также помещения, между которыми совершались проходы. В столбце «Дата архивирования» указаны даты и время переноса посетителя в архив. При построении любого из рассмотренных выше отчетов можно выбрать конкретное подразделение, и тогда в рабочей области будут отображены сотрудники выбранного подразделения. При необходимости можно включить расширенный поиск и использовать фильтрацию событий по выбранным параметрам. Созданный отчет можно вывести на печать или экспортировать в файл Excel. В рабочей области есть возможность настроить параметры отображения таблицы, включив или отключив показ некоторых столбцов. В нижней части рабочей области можно настроить количество записей, которые отображаются на странице. Также при работе с любым из отчетов можно произвести персональные настройки фильтра. Для этого нажмите на кнопку «Персональные настройки» и далее перейдите в раздел «Фильтры». При необходимости можно настроить работу общего фильтра по таким параметрам, как подразделение, помещение и поиск, а также параметры отображения данных и настройки сортировки. Для построения отчета по событиям системы перейдите в раздел «Администрирование». Далее откройте вкладку «События системы». Данный раздел позволяет составить отчеты о событиях устройств и действиях, которые совершили операторы, в том числе в режиме реального времени. Для построения отчета о зарегистрированных событиях укажите временной интервал, за который необходимо отобразить список событий. Если поставить галочку в чекбоксе «Автообновление», то информация в рабочей области будет обновляться в режиме реального времени. Если в системе было зарегистрировано событие, связанное с редактированием какого-либо параметра или информации, то данное событие помечается значком «Редактировать». При нажатии на данный значок откроется окно, в котором будет видно, каким оператором, какие изменения и в каком параметре были внесены. В разделе можно просмотреть изображение и видеозапись, полученные с камер при возникновении событий. Данные события помечаются значком «Камера». Для настройки данной функции создайте реакцию на события по типу. Сохранить снимок с камеры или включить запись видео. Обратите внимание, что события, поступившие в систему до создания реакции, не будут содержать изображение или видеозапись. Кнопка «Обновить данные» позволяет обновить данные в рабочей области в соответствии с установленным фильтром или, если отключен параметр, автообновление. При необходимости можно включить расширенный поиск и использовать фильтрацию событий по выбранным параметрам. В качестве заданных условий можно добавить как одно конкретное условие, так и несколько параметров. При выборе нескольких условий укажите, будет ли осуществляться поиск с выполнением всех условий или с выполнением одного из условий. В первом случае в результате поиска отобразятся только те события, которые будут соответствовать всем заданным условиям. Во втором случае будут представлены события, содержащие хотя бы одно из заданных условий. С помощью кнопки «Дополнительно» можно вывести отчет на печать или экспортировать данные в формат Excel. Для сброса фильтров нажмите на кнопку «Сбросить фильтры». Также есть возможность настроить параметры отображения таблицы, включив или отключив показ некоторых столбцов. В нижней части рабочей области можно настроить количество записей, которые отображаются на странице. При необходимости есть возможность настроить получение уведомлений в мессенджере при поступлении определенного события в систему, например, при попытке взлома исполнительного устройства. Подробнее с настройкой реакции на события можно ознакомиться в видеоинструкции «Реакции на события».